Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это комментарий к первому посланию апостола Павла к фессалоникийцам для библейского портала «Экзегет». Мы с вами дошли до пятой главы этого послания, и давайте с вами, прочитав его, сделаем несколько выводов. Итак, первое. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнут их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве, и не избегнут». Здесь обратим внимание на следующее. В конце четвертой главы Павел говорит о воскресении мертвых и о пришествии Иисуса Христа. Притом о себе и о своих современниках он говорит, что мы встретим Бога, Господа на воздухе. То есть мы еще не умрем к тому времени, и это отражает веру древней церкви в то, что пришествие Иисуса Христа будет как можно более быстрым и произойдет вот в течение их земной жизни. Но апостол Павел здесь немножко остужает этот пыл и говорит о том, что придет, как тать ночью, придет внезапно, неожиданно, как будут говорить мир и безопасность, и тогда внезапно настигнут их пагуба. Мир и безопасность — это некие лозунги римского правительства. Где Рим, там мир и безопасность. И вот когда человека в абсолютном спокойствии, он обычно менее замотивирован, в абсолютном спокойствии, человек менее трудоспособен. И в тот момент, когда ты утешишься и скажешь, что это будет очень далеко, оно может прийти очень быстро. И это речь не о каких-то временных промежутках, а о восприятии времени. Но никто не избежит этого, как женщина, которая носит, которая беременна. Она все равно рано или поздно родит. И никто не избежит этого события. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры, в любви, в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему вещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Обратим здесь внимание на следующее. Да, пришествие Иисуса Христа придет как тать. То есть как что-то неожиданное, внезапное. Тать в переводе на русский язык это вор. Ночью приходит неожиданно, не предупреждая хозяев. Но здесь апостол Павел противопоставляет день и ночь, зло и свет, добро. Ночь, как период их жизни, когда они были язычниками, когда для них пришествие Иисуса Христа было бы не просто неожиданностью, но и страшным событием в их жизни. А сейчас они сыны дня, сыны света. Они просвещены светом Евангелия. Бог искупил их своей смертью и воскресением и ждет их как наследников Царства Божия. Потому апостол Павел утешает их, не говоря о том, что не стоит этого бояться и страшиться. Поэтому христиане первых веков ждут пришествия Иисуса Христа. И мы с вами, исповедуя, читая символ веры, говорим, «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». А это значит «жду». А ждем мы всегда, как некогда сказал митрополит Антоний Сурожский, свою смерть, мы должны так прожить жизнь, чтобы свою смерть ждать, как жених ждет свою невесту. Вот, наверное, в таком же ключе мы относимся и ко второму пришествию Иисуса Христа. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Слово «почитать» в стилистике Священного Писания обозначало «содержать». «Почти отца и матерь твою», да, то есть те люди, которые трудятся у вас, те люди, которые предстоятели ваши в Господе, вразумляющие вас, их почитать, уважать, содержать. Обратим внимание на следующее, что здесь апостол Павел не употребляет понятных нам и достаточно потом часто встречающихся слов «епископ» или «пресвитер» или «диакон», потому что считается, что к этому времени еще не до конца сложилась система церковной иерархии, церковных наименований степеней священства, и поэтому апостол Павел пользуется более древними аутентичными наименованиями. И далее. «И полноте, и дух ваш, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который сотворит сие. Братья, молитесь о нас». Это некое очень важное и очень знаменитые слова апостола Павла из послания к фессалоникийцам. Он мастер сделать так, чтобы в самых коротких, самых незамысловатых фразах заключить глубину смысла. И, конечно, наверное, даже эти слова не требуют какого-либо комментария. Они понятны, они очень просты, и в то же время они не всегда нами используются в нашей с вами жизни. «Приветствуйте всех братьев лапзанием святым! Заклинаю вас Господом прочитать все послания всем святым братьям! Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь!» Апостол Павел называет нас, христиан, святыми, потому что мы с вами посвящены Богу. И святой человек, конечно, не может себе позволить того, чтобы делала его святость, ставила ее под сомнение. Поэтому наша с вами задача, как христиан, как паства, паства апостола Павла, как паства Господа Иисуса Христа, наш великий архиерей Господь Иисус Христос, принесший свою кровь на алтарь нашего спасения, ждет, конечно, нас к себе. Ждет, что мы будем его подражателями, что мы будем его настоящими любящими чадами. Чего я всем нам желаю, и от чего желаю нам всем получать ощущение счастья и полноты бытия. А на этом мы заканчиваем разбор послания к фессалоникийцам. Храни вас всегда, Господь, и желаю всем духовно наполняться чтением Священного Писания.